Лаврова. Сегодня днём в общежитии на улице братьев Касимовых произошёл пожар. По словам соседей, из задымлённого помещением удалось вывезти задыхавшуюся женщину. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из общежития более 30 жильцов. Очевидцы рассказали, что в сгоревшей квартире проживала неблагополучная семья. Я хозяин квартиры, который сейчас сгорел. Я вам расскажу, что было. Я же не выдумываю. Я вашу жену вытащила оттуда. Вместо того, чтобы поблагодарить соседку, которая буквально несколько минут назад вывела из задымлённого помещения гражданскую жену владельца комнаты, он вместе со своим не совсем трезвым другом в прямом смысле накинулись на неё. Когда же мужчины немного успокоились и спустились на этаж ниже, девушка смогла рассказать, что происходило в момент пожара. Я прошла туда, думаю, что кто-нибудь есть, смотрю. Ну, всё закрыто, нигде нет. И эта дверь открыта, которая вот горела. Я там вообще ничего не было видно. Я спрашиваю, кто-нибудь есть здесь? И она что-то там сказала. Я услышала, что кто-то есть. Я говорю, пойдёмте отсюда, дышать нечем. Мне прям дышать нечем. Вполне возможно, что если бы не эта девушка, то произошедшее могло закончиться трагедией. О том, что на восьмом этаже общежития горит комната, пожарным сообщили очевидцы. Прибывшие спасатели эвакуировали более 30 человек. Ну, семья неблагополучная. В комнате пьёт, в комнате курят, комнату нужду исправляют. С утра приходят. О, бутылками, куривами, отарами ходят. В результате пожара комната выгорела целиком. Помимо этого, серьёзно пострадали ещё несколько соседних помещений. Накануне дежурным 01 позвонили очевидцы и сообщили о пожаре в квартире дома на улице Короленко. Подъехавшие спасатели в самом деле обнаружили густой дым, который заполнил весь подъезд пятиэтажки. Исходил он из квартиры на первом этаже. Металлическая дверь была закрыта на замок. Есть ли внутри люди, сотрудники МЧС не знали. С помощью специнструментов они спилили петли и проникли в комнаты. Оказалось, что в этот вечер абсолютно трезвый хозяин поставил на плиту кастрюлю, чтобы разогреть еду. А сам забыл про это и ушёл в магазин. К счастью, отсутствие памяти к серьёзным последствиям не привело. Ремонт в квартире не потребуется, но входную дверь придётся поставить новую. На улице Чистопольска инспектора ГАИ попытались остановить водителя ЛАДА 14-й модели. Но мужчина требованиям не подчинился и попытался оторваться от преследования. Несмотря на очевидность ситуации, водитель ЛАДА решил придерживаться своей версии. Говорит инспектор ГАИ, всё преувеличивает. Никаких гонок по городу на высоких скоростях не было. Он якобы просто не заметил сотрудников на дороге, поэтому продолжил давить на педаль газа. Я гонял по городу. Нет, вот здесь участка просто выехал. Инспектор Аймал говорит. Слишком большая скорость была. Вот сейчас проверяем. То есть остановились и сразу же? Я не остановился. Нет, я вот остановился на кольце здесь. Мужчина говорит, что в эту ночь возвращался с работы. До дома не доехало всего несколько кварталов. По словам инспекторов, после задержания водитель признался, что немного выпил, прежде чем сесть за руль. Он был уверен, что экспресс-тест ничего не выявит. Просто погрешно, я говорю, да. Ну, как бы адекватно реагирую на всё, сами понимаете. Ну, я вижу, вижу. Просто обидно будет, если из-за таких небольших цифр ещё прав лишат. Ну, видимо, так и хотят сейчас, да, поэтому... В действительности цифры, которые показал алкотестер, были далеки от минимальных погрешностей прибора. Поэтому избежать крупного штрафа и лишения прав мужчине не удастся. Пятилетняя девочка попала под колеса трактора. Наезд произошёл сегодня днём на улице Чуйкова. По словам водителя спецтехники, он должен был загрузить в ковш несколько бетонных плит. Дождался, когда автомобильный поток остановится, и начал сдавать назад. В этот момент и произошёл наезд. Как выяснилось, бабушка со своей внучкой переходили дорогу в непредусмотренном для этого месте. По предварительным данным, ребёнок получил серьёзный ушиб ноги. С места происшествия девочку госпитализировали. Решил задом только подъехать, вот этот бетон убрать. И тут никто не был. В то время бабуля решила этот перебегать с ребёнком. Вот так получилось. Подошёл, сразу ребёнка на руки взяли, и этот. Скорый приехал. На Кировской дамбе столкнулись легковая иномарка и кроссовер с прицепом. Машины двигались в одном направлении, в сторону центра города. Как рассказал водитель Ауди, второй участник аварии его подрезал. Избежать ДТП не получилось. Ауди въехал в левый бок Хёнде. От удара кроссовер занесло, и он выехал на встречную полосу. Как произошло ДТП, водители объяснили весьма спонтанно. Ну ладно, вам же всё видно. Вот ехали оттуда, соответственно. Не больно-то оттуда, наверное, ехать. Чё вы, да отстаньте уже, мне сейчас вообще не до этого. Не знаю, так, на лвуку. Я занесло туда. Нетрезвый автомобилист устроил аварию в собственном дворе. Водитель автомобиля Тойота Камри врезался в чужую иномарку, после чего скрылся с места происшествия. Однако его удалось задержать. После того, как попал в ДТП, виновник не стал кататься по городу. Выехал из жилой зоны, тут же припарковался на тротуаре, закрыл дверь и вместе с тремя своими пассажирами убежал. Выяснить, как произошла авария, удалось с помощью второго участника. Я опять с задним ходом припарковался, он спокойно проехал. А тот, нет, ну половину проехал, и потом резко по газам сзади шарапнулся. Владелец Киарио говорит, что поначалу виновник вместе с пассажирами и решил уладить все на месте, без участия инспектора в ГАИ. Но договориться не получилось. Ну, типа, давай на месте разберемся. Надо ГАИ вызвать, я говорю, нет. Ну, они пьяны будут. Было сразу. Все четверо. Вот, потом все, уехали, сели, уехали. А там запах спиртного, что ли, сходил? Да, да. Вы поэтому договорились и стали пьяны? Ну, конечно. Толку себе ждать. Пострадавший автомобилист хорошо запомнил не только марку, но и госномер машины-виновник. Оказалось, что ее владелец проживает в соседнем доме. Да и свидетели были. Они еще в магазин заходили, а Рашмайю. Их там уже, говорит, на видео снимали. То, что они там что-то катались, как-то приносили. Ну, не отдал, как на себя вели. Доказать, что шофер Тойоты был пьян, сейчас уже не удастся. Тем не менее, ее владельцы все равно могут лишить водительских прав на срок до полутора лет за оставление места ДТП. Сегодня в нашу редакцию позвонили казанцы, сообщили, что нашли ястреба на стройке. Птица врезалась в балкон здания, после чего упала на землю. Обеспокоенные состоянием ястреба, люди положили его в коробку, позвонили в ветклинику и казанский зооботсад. Пока взять хищную птицу никто не согласился, кроме водителя нашей телекомпании Сергея Белова. На несколько дней он решил приютить пернатого хищника. На данный момент я его пока отвезу в гараж, значит, сделаю ему небольшой вольерчик. Первым делом напою водой, покормлю, а уже в ближайшие дни постараюсь отправить его в ветеринарку, ну, чтобы осмотрели медики, орнитологи. И, значит, дальше уже будем решать.